рамочки как я делаю рамки ровные спросите вы это очень простой секрет на самом деле у вас край листа всегда ровные вы прислоняете палец 1 и в данном случае так можно прислонить и просто ведете вас получается идеальная ровная линия и начинаем с вами постепенно навинчивать объем в нашем деревце помним про то что мы с вами не показываем одной четкой линии полностью и у нас это веточки веточки они будут идти более такими свободными они будут более живенькими и как результат более интересными особенно если мы добавляем там всякие корявки бороздки сейчас на первый слой то есть у нас будет он скорее всего двухслойный или может быть трехслойный поэтому слишком не темните не делайте черное опять же помню про различные корявости которые стоит делать конечно чтобы эти корявости не были однотипными однородными тогда сразу скучно плюс листик скуки он нам будет нашей работе здесь прорабатываем все просто теперь у нас вот эта часть очень точь тоже слипшиеся здесь не видно практически ничего поэтому здесь я предлагаю вообще взять за основу самого темного участка нашего рисунка у нас будет здесь начало нашей тени нужно усилить конечно же но опять же по такому же принципу например на как мы с вами делали только что вот и на начинаем разбивать их на более мелкие эти мелкие еще на более мелкие сделать здесь видите очень интересная трещина сейчас мы тут с вами трещину нарисуем и посмотрим то есть там светлая вот эта полоса потом сама расщелиной и она темная достаточно из нее идет более светлая полоса и потом снова более темная то есть просто начинаю фантазировать ищу форму то есть у нас ветка это интересно это торчит в эту сторону интересно сюда взял и немножко воткнул ее в другое место отделили и здесь тоже немного немного просто слабенького такого фона я люблю переворачивать рисунок и смотреть на него поэтому я предлагаю перевернуть посмотреть что получилось но я вижу в достаточно большое количество мелких до вот этих сучков и они еще у меня заканчиваются достаточно быстро то есть не уходят как бы за пределы рисунка и это скорее недостаток в моем понимании да выглядит поэтому я выведу несколько сучков еще за границы рисунка чтобы они как бы не заканчивали здесь где-то чтобы мне было тесно прям все для того чтобы порадоваться полюбоваться видите вот деревья это всегда просто рисуете деревья удивительный такой мир природы вот ну и на этом все еще я я я Продолжение следует...